Иначе... Мементу море! Моментально! В море! Ясно? Серёга, без таких людей наш футбол был бы пресным и скучным. Все были бы такими правильными, аж до отвращения. Понимаешь, о чём я говорю? Я знаю. Мяч круглый, игра покажет. Мы старались выполнить установку тренера, не делая игрока, а обсуждать тренера. А ещё этот человек отлично разбирается во французской литературе. А вот нам бы только ребят ругать, что они, кроме футбола и баб, ничем больше не интересуются. Он интересуется очень, особенно писателем-бальзаком. Это тот, который анареде и утраченные иллюзии? Да, утраченные иллюзии. Плюс этого человека в том, что он иллюзии никогда не утрачивает. И, наверное, только с последнеземным вздохом с ними распрощается. Да и то ещё это под вопросом стоит. Да, мы хотим представить сегодняшнего нашего гостя Юрий Алексеевич Пудышев. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот, вы знаете, у меня сразу к вам такой вопрос. Мне кажется, что вы всегда носили маску. Вот за этим весёлым, бесшабашным человеком скрывается очень тонкая и ранимая натура. Даже сегодня вы так пришли торжественно, с галстуком. То есть у вас где-то внутри есть эта пионерская звёздочка. Да, Настюша, ранимая душа у меня, да. У меня, наверное, не одна маска, а несколько их. Что интересно, мне сейчас будет 61 год. Вот у меня сил остались только на футбол и на женщин. Больше нет у меня сил. А они ещё чего-то нужны? Если женщины шустрые попадаются, то да, я горюю, да, горюю. Попадаю в депрессию. А если нормально, то отлично. Пионерский галстук, это как память о тех временах, когда всё было таким пионерским комсомольским? Да, это память. Я до сих пор пионер ещё, до сих пор пионер, поэтому вот этот галстук на Красной площади мне обручали. Когда мы проходили через Мавзолей, нас подняли полпятого тогда, это город Королёк сейчас называется такой, подмосковный. Сначала Мавзолей взошли, Владимир Ильич мне подмигнул, давай, Юра. То есть какое-то благословение было? Да, 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 давай, Юрок, не тушуйся. Потом это дом Ленина, и вот приняли в пионеры, до сих пор пионер. Этот галстук я сохранил ещё, когда там пионеры принимать? Лет 10, наверное, да, по-моему? Ну, я не знаю, как в Королёве, у нас принимали в классе третьем или четвёртом. Ну, да, лет 10, но... Поэтому я сохранил это. Сейчас вот я ложусь спать с тремя предметами. С пионерским галстуком, в бутцах и мяч футбольный. Потому что я ещё в свои 61 год хочу выйти порадовать народ, чтобы вспомнили 82-й год ребят, тогда сюда. На первенстве Белоруссии выйти в официальной игре. Галстук, потому что всегда готов. Бутцы всегда скорость набирают сами, не надо разминку делать. Мяч. Сны снятся. Финты снятся, когда мяч рядом. Знаете, я слышала, что у вас любимый тренер это Эдуард Малафеев. Настюш, расскажите нам какие-нибудь интересные истории. У меня столько любимых тренеров, я их называю... У меня папа-ник-то сбежал, когда я родился. Она же не поняла. И сбежал. Ну, ладно, сбежал, и сбежал. Ладно, вышел. У меня столько было футбольных отцов, наставников. Очень много. Ну, хорошо, расскажу я про Эдуарда Васильевича и про Константина Манча, если можно. Про Бескова. Про Бескова, да. Ну, начнем с Бескова или с Эдуарда Васильевича? Ну, по хронологии. Наверное, с Бескова. Там же первая команда была у нас Московская, правильно? Да. Тогда, когда меня взяли в Динамо Московской, я зашел в его кабинет, он мне сказал первые слова. Юра, за кого болеешь? Я говорю, за Спартак. Выйдите из кабинета моего, больше не заходите сюда. Потому что там Динамо и Спартак, они же были такие коллективы, все время такие. Не, ну так, человек уже был пионером, ответил по-честному. По-честному, да. Ну, а потом как-то вот, надо было за границу ехать. А тогда же за границу, чтобы выехать, нужен галстук. Не пионерский, а такой. Так не выпускали фото. Я говорю, Константин Иванович, нет, у меня нечего одеть туда-сюда, да. Ну, поехали ко мне. Он на Горьково, сейчас Тверская называется. Там, далеко от Красной Порции. Ну, я зашел в квартирку, полюбовался. Прикид сделал себе. Ну, и где-то в этом прикиде я по своему городу, там, туда Калининград был, под Москву. Я говорю. Ну, в Плиртовал ходил. Все. Замышевый клипт, галстук, все солидно, но. Девчонки балдели, но. Ну, и так носил где-то месяц. Потом в Новогорске тренировка идет. У нас Адамас Соломанч был второй тренер в дубле. Ну, не только дублей, основы. Слышу на весь Новогорск. Адамас! И, видимо, Константин Иванович принял немножко. Адамас! То что, Константин Иванович? Скажи молодому, пускай вещи вернет. Я раз так в обмороке, в чем же я ходить буду теперь? Я к мамуле, мамуле, ну-ка начисти, нагладь, начистила. Константин Иванович, извините, вот, пожалуйста, возьмите. Больше не было, да? Это столичные штучки. Я думаю, что Дуат Васильевич Малафеев сказал бы, Юрка доноси, не жалко. Как? Возможно, возможно, да. Ну, про Дуат Васильевича, да? Это один из наставников, вот. Что интересно, вот, когда я увидел, что сейчас ему 73 года будет, я вот его вижу. И он на меня смотрит, и я на него смотрю. У меня такое ощущение, что там огонь горит в нем, огонь. Такая движуха идет. И я сразу на годик завелся тоже, оп-оп-оп, возьмем, пожалуйста. То есть он вдохновляет как-то. Могу одну историю рассказать, что Дуат Васильевича, ну, не только там, и с нами случалось, это про Америку, но как мы слетали в Америку. 83-й год, ну, по-моему, после чемпионата. 83-й год был, да, 83-й год. Мы обыграли торпеду 4-0 и полетели туда. С нами же генерал летел, Василий Ильич Шкундич, и КГБшник один. А что такое 83-й год? Человек пропал. Эдуард Васильевич? Не, не, Эдуард Васильевич в пределе был. Прокоп ко мне подбегает. Юрик, не говори, мне надо отъехать. Иммигранты подъехали, а Сашок любимец был. Вот он, этот человек, любимец был народа. Он до сих пор им остался. Юра, у меня тут иммигранты, это съездить с ними надо туда-сюда, попросили, экскурсию проведут. Я съезжу с ними, а ты никому не говори. Я, Сашок, заметано, конечно, о чем ты говоришь? Момент такой, обед. Такой был большой круглый стол. Там сидели вместе с начальством. Васильевич так встает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь. Раз, так, я смотрю на его лицо. Он в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Такой крик. Кого-то не хватает. Кого вы? Раз, два, на другую посмотрели. О, Прокоп не хватает. Горай, начальник команды был тогда. Малафеев, главный тренер. Я, капитан команды, Пудышев. Ко мне в номер. Быстрым, таким голосом важным. Ну, мы заходим. Встать смирно. Откуда-то крика создается. Он небольшого роста генерал. В кресле там утопает, его не видно. Встать смирно. И мы как в мире животных, друг за другом. Раз, раз, ну ладно. На горе я первый стал, на Малафеев и я стал третий. Леонид Павлович, где Прокопенко? Не знаю, Василий Менович. Едвард Васильевич, где Прокопенко? Не знаю, Василий Менович. А ты-то должен знать на меня. Я говорю, не знаю, Василий Менович. Так, чтобы через два часа он здесь был. Кругом. И мы идем по этому, по коридору. И такие слова, волшебные слова, Едвард Васильевич. Вообще, меня поразили, прям там, надо за душу взяли. Ты точно не знаешь, не он? Не, я даже сейчас не знаю. Так хочется выругаться, ну ладно. И он так бьет себя. Я его в Минске не могу неделю найти. Я тут в Америке за два часа брать. Таким с его облачным состоянием. Ну, проходит время. К ужину ближе. Вышли на колесо, Василий Менович тут вышел тоже. А это же погоны летят, человека нет. А человек уже, наверное, без погонов. Он же распрощался с тем мыслями. Наверное, скорее всего. Сашка привозят. В таком рафике, музыка орет, туда-сюда, эмигранты. Не, Сашка трезвый был. Подарки туда, магнитофоны, часы. Василий Менович, я вот посмотрел не на Сашка, а на Василия Меновича посмотрел. Что же он будет делать? Или рубить с плеча, или что? Вот так вот. Он так Сашка увидел. Подбежал к нему, как начал его целовать. Как первый космонавт тут, какой Юрий Алексеевич. Ну, Леганин. Целовал его до предела. И так зацеловал, что он его не выпускал больше никуда. В самолете, при нем, здесь, все с ним. И Сашок потом хвалился. Ну, смотри, ребятки, подарки мне подарили, уважают все-таки. Я говорю, молодец, Сашок, отлично. А, еще могу рассказать про Влад Васильевича. Такую историю. Мы на две недели поехали туда. А надо было за выигрыш, что только платили. А мы никак не могли выиграть. Все, ничья, 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 ничья. Вы, наверное, не кем занимаетесь. Правильно, у меня-то неделя уже шла. Неделя шла. Надо что-то делать. Я Мельнику говорю, Валерке. Валера, давай, что-то уже какая-то ностальгия. У меня, если я не 10 по воду за границей, у меня ностальгия наступает. Давай кого-нибудь девчонку снимем. Ну, снимает это. Международника выполнить, правильно? Да, можно мастера международного класса выполнить хоть, но снимает какую-то негритянку. Эта негритянка нас повела. Я вижу, небоскреб там, этажей 100, наверное. Ну, хитрая оказалась. Ну, там сколько там в те времена? Ну, по 10 долларов, по-моему, да, до лета. Мы не на лифте поехали, а по лестнице там. А там то загорается, то выключается. Она впереди. И мы с Валерой идем. Валерка говорит, смотри, чтобы это шустро не попалось. Свет выключается, но на прыг ее нету бы. Валера добежал до 50 этажа. Я приполз на 80 этаж. И так подумал, что уже не хочется ни секса, ни Америки. Ничего не хочется. Когда мы рассказали, я дал пластичью эту историю, он смеялся, очень смеялся и сказал, я знал, что мы не тем занимаемся. Нельзя искать негритянку в темных коридорах, правильно? Ну. Я говорю, вот этот человек, Дагдан Пластич, он меня все время вдохновляет. И до сих пор вдохновляет, когда я его вижу. Во мне тоже что-то прямо, как у этого, кто там сердце вырвало? Данка. Как у Данка хочется все вырвать. И бросить. То есть я слышала, что он часто приводил в пример, когда настраивал команду перед игрой. Стихи. Ты даже некоторые выучила, я знаю. Ну, стихи он не перед игрой читал. Те, которые я пыталась выучить. Было, было, Настя. А именно после проигрыша. Было, да. Не после проигрыша, я не помню. А вот я вам, кстати, зачитаю. Вспомните? Ну, давай, давай. В какое море мелких неудач, Какая бы беда не подступала, Руками стисни горло, И не плачь, забудь все и начинай сначала. Да, это он. Помните? Это он, да. Это Расул Камзатов же, да? Явно после поражения. Ну, не надо уже думать, что у нас слишком хорошо. Мы подозреваем, что какой-то приличный. Да. Да, но он перефразировал там. Ну, да, да, да. Не совсем так. Ну, молодец он. А? Реально помогал вам? Ну, вот один момент. Я думаю, что у меня лично всегда мурашки шли по коже, Когда он это все перед игрой рассказывал. Ну, вот выходить на футбольное поле через два часа, Он говорит про это. Ну, там один момент был. Такая тяжелая с Белисси игра была, должна была там, в Белисси. Он рассказывал про это, про стадо Павиан и тигров. Как они встретились, у Павианов выходит этот, вожак, И говорит, не трогайте стадо, возьмите меня. И мы так себе прислушались, и он так говорит, Кто у нас будет вожаком? Кто себя отдаст сегодня, пожертвует? И так шепотом все. Ром будет. А он не играл. О, все шутите, чтобы все у него сыграли, здорово. Действительно, человек, он все понимал, он и шутки понимал, И серьезность, молодец в этом отношении. У него много можно рассказывать, очень много. Душа человека горит, 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 работа горит, Все у него горит, прям внутрях. Молодец. А кто у нас был таким Данко в команде? Данко. Данко, Данко, кто у нас был? Данко. Я думаю, что все, наверное, Данки были. Нет, ну тут должен быть вожак, человек, который там вырвет сердце, И скажет, ребята, за мной, вперед, на Львов. Ну вот, Александр Прокопенко у нас народный герой. Молодец, умница была. Жора Кондратьев. Видите, Шишкин. Морозка кличка. Юрий Труханов. Я думаю, что все. Да нет, я думаю, что капитан команды Юрия Пудышева говорят, что водил куда надо. Там, ну, в Минске в то время немного ресторанов все было, правильно? Да, после тяжелых игр, но была у нас компания, да, была из нескольких человек. Из нескольких человек. Ну, у меня была система такая, после тяжелой игры, всегда надо было куда-то пойти в ресторан или в бар на табар, шампунчиковый пить. Ну, немножко только, без фанатизма. Немножко это сколько? На красивых женщин полюбоваться. Ну, бутылку не больше, наверное, потому что после игры. На человека? Может, две, да. Нет, для меня, да, для меня это. Это моя система была. На следующий день я как огурчик был. А вот эту куку-кулу бедрами пить после игры, потом опухаешь, а потом не знаешь, что делать, куда бежать. Такая у меня система была. Ну, наверное, же ругали, там не всем нравилась система Пудышева. Ругали, да, да, не всем, не всем. Не всем. Это потом и по жизни со мной прошло, вот это аморальное поведение, вот это вот. Начинаем. И весь союз я пролетел с ним, с аморальным поведением, да. Руководству не нравилось, отчаянство. Ну, я не знаю, я читал, читал вообще там в прессе, что все эти истории веселые, да, и из всего сложилось мнение, что Минская «Динамосе» второго года была самая пьющая команда за всю историю советского футбола. Или это проклятая пресса? Не, 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 ребятки были некоторые, ну, вот я вот по себе только скажу, что у нас была компания Валера Мельникова, я, кто там еще там, Морозко, вот это Морозко, противный Морозко, вот это. Слышка, да. Ну, в кавычках, конечно, противный, но. Ну, мы пили, а вот молодежь наша, не, они не ходили никуда. Сережа Боровский нет, Мишанька Верегенко нет, Сережа Гоцманов нет. Олень один раз с нами пошел, на следующий день получил травму. И Эдуард Васильевич ему сказал, Сережек, больше ты с ними не ходи. Тот больше с нами не ходил. Андрей Зигматович, один раз с нами не пошел, женился. Больше он с нами не ходил. Игорь Огаринович, тоже не ходил с нами. Ну, вот тут компания наша была, да. Такая. Поэтому все думали, а там же как, там, когда заводишься в ресторане, и музыка, и девчонки туда-сюда. Ну, вроде узнают, там, где на Минск, вот играют, все. И все думают, наверное, пора, что все такие. Не-не-не. Скромно? Ну, это мы были, троем, вот, трое нас было. За всю команду отвечали, да? Да, за всю команду. Святая Троица, да? А вот я слышала, что в 83-м году ваша команда могла выиграть Кубок Европейских Чемпионов. Да, там судил негодяй, в Румынии нас судил негодяй, инкличанин какой-то, или по шотландии, сейчас не помню. И он чистый гол нам не зачитал при счете 0-0 в Румынии. А эти как-то забили нам и отбились. И отбились. А в Сбилиси мы их волтузили, волтузили, этих румын. И 1-1 сыграли. Первая игра была, когда там. Здесь Поляна еще не готова была, но мы в Белесе играли. Ну, Румынии волтузили, волтузили, но в футболе есть такое, даже вот сейчас смотришь, Бразилона волтузит кого-то в штрафной площади. И было и с нами такое. Я очень переживал, что мы не попали на Ливерпуль. Уже все были там. Мысленно? Да, и мыслями, и все, и игрой. Играли хорошо. Для тех, кто не видел, в какой стиль проповедовал Минско-Динамо? С кем сейчас из современных клубов можно сравнить эту игру? Минско-Динамо, они в этом отношении комбинационный футбол и Спартак. Я всегда был, я же там недалеко от Тарасовки был, через лес, я в Тарасовке. Видел таких мастеров, как Коля, Осянин, Хусаинов, Ловчев, Женя, Логофет, Маслаченко заканчивал. Ну, Осянин, все это я все видел, Абрамов, Витюшка Папаев все время оставался после тренировки, чеканил мячишку. И вот пацаном все это все впитывал, и настолько был влюблен в Спартак был. У меня такие тренировки были, как Николай Иванович Тищенко, олимпийский чемпионат, ключица-то, когда нельзя было замен делать, Масленкин. Я очень был влюблен в Спартак. И поэтому вот сейчас вот это передалось, и когда я попал в Динаминск, мне хотелось, чтобы это была игра комбинационная, как у Спартака. Ну, Спартаковское влияние, в общем-то, я о нем прочтал в книжке Александра Бубнова, известного нашего правдоруба. Ученика моего. Я потом расскажу про него историю. Хорошо. И он сказал, что перед последним матчем с московским Спартаком в чемпионате, победным матчем, когда все решало, за нами Киев шел, там минус 1 очко, туда поехала делегация двух бывших московских динамовцев, Корнинина и Пудышева. И вроде как они договорились со Спартаком, что, ребят, мы вас выиграем, и будем чемпионом. А сколько это соответствует? Ну, это не соответствует. Во-первых, Спартак-то занял третье место, ему уже ничего не надо было. А есть такое в футболе. Проверить молодежь на сильной команде. Сейчас это есть практикует. Основным игрокам, таким как Федя Черенков, там еще, по-моему, два человека не играло у них, отдохнуть он весь сезон. Ну, поставили молодежь против нас. Ну, и, соответственно, мы обограли их. Все. А Сашок Бубнов, я не знаю, почему он так все думает и говорит. Я могу про него историю рассказать? Когда мы в Новогорске свои 17 лет прятались там, от армии, от других команд прятались, чтобы нас не забрали, я зашел к нему в номер. Ну, думал, расслабиться надо, пока нет команды, туда-сюда, там два выходных нам дали, съездить в Москву, там недалеко, там сколько километров, километров, 15-20, наверное, от Москвы. Зайти в ресторанчик, девчонок снять каких-нибудь. Ну, то есть расслабиться, уже сидишь там. Смотрю, вот, зашел к нему в номер, у него тетрадки лежат, книги, вот, полно, вот, такие стопы. Я так, это, подумал про себя, что ж ты, Саша, делаешь-то, не щадишь себя совсем. Я говорю, пойдем расслабимся, в ресторанчик сходим, туда-сюда девчонок снимем, танцуем. Он, наверное, так хмуро посмотрел на меня, я на режиме, на режиме ты, а я на чем, блядь, ну. Вышел и ушел, так он и не пошел со мной, на режиме. Похоже на Бубнова. Воспитанник. А такой он, я скажу, нормальный парень-то он, но и юмор понимает, и отличный игрок был, и с юмором все время, у него было классно. У него кличка была Хулсхоф, Хулсхоф. Такой был защитник, это, в Германии. Хулсхоф. У Сан Саныча очень любил Бубнова, Сиидов. Ну, я скажу, что режимный футболиста трудно было найти, наверное. Сашок режимистый, был очень режимистый, до мозга костей был. Даже своему учителю, можно сказать, отказал. Не пошел в ресторан и ничего, не расслабился. Кто в Минском Динамо был самый режимистый? Самый режимистый? По-моему, Сережа Боровский самый режимистый был. Ну, Сережек молодец в этом отношении, он и в сборной же был, когда ездил, но Сережек молодец. Сережа был. Правильно, хорошо. Есть же какие-то соблазны, вот вы играете, там, я не знаю, зарабатываете хорошие деньги, там, и куча команд, которые тоже хочут подняться по турнирной таблице. Наверное, не каждый предлагает какие-то варианты, там, договорных матчей, то есть, ребята, отдайте игру. Георгий Кондратьев нам рассказывал о том, что его... Да, что было память, и один раз такую, одну игру только, да? Да, да, с Гурей Ланчхути. Не, в нашей футбольной жизни все бывает, но я вот лично по себе скажу, я уходил от этих вопросов сразу бы. И ребяток просил, ребятки, не будем этого делать. Ну, а часто предлагали, то есть? Ну, не часто, но было дело, но... Потом они уже поняли, что с нами уже не договоришься, и поэтому никто же по этому не подходил. Ну, денег-то заработать, принеси супруге домой, сказать, ты знаешь, вот... Ну, или с друзьями потратить, как бы соблазн. Разлабиться. Это можно, конечно, на этом заработать денег бы. А потом что? А потом что? А, Сережек? Настя, потом что? Ходишь с опущенными глазами, да? На фиг это надо? Я вот, у меня сейчас собака и кот. Это одно и тут целое, или это собака и кот? Не, они одно целое. Кот здесь, с толстушкой, а собак со мной. Я ее Лолой назвал через это, Валита, без комплекса московской. Валита. А это Маргиз. Вот я думаю, я не поем, но они поедят. Вот так же и здесь. Зачем нам кому-то что-то сдавать, продавать? Потом ходи, это от некой веселья. Поэтому нет. Ну, в нашем чемпионате, наверное, такого уродливого явления нет. Ну, в смысле, в нашем, в белорусском? В белорусском. Нет, конечно, в нашем чемпионате нормального нет. Вот еще меня за ее, это вообще будет классно. Как вы думаете, сделают они мне подалек на 61 год? Ну, зависит от турнирного положения команды. Если она будет идти с отрывом, то почему бы нет, правильно? А если бороться в упорной борьбе? Сережек, нет, почему? Я же не подведу в воду. Я же не буду там стоять, это, гламурить стоять. Я буду бегать, носиться. Я сейчас бегаю больше, чем раньше, чем подоиграл. Перед тренерами, чтобы заметили. Режимите, наверное. Хорошо. А вот если, как бы, вопрос, который любят задавать болельщики, если бы то Минская Динамо сейчас, в нынешние времена, защищать честь сборной Белоруссии, как думаете, вышли бы в финальную старую чемпионат Европы, Мира, вот именно та чемпионская команда? Та чемпионская команда, да. Тогда все говорили, и это не ново, что чемпионат Союзов приравнился к чемпионату Мира тогда. И поэтому ребятки были готовы выйти на чемпионат Мира. Легко было бы. Георгий Кондратьев сказал, что из нынешней сборной он бы взял двух человек. А вот для вас, кто является таким самым великим? Нет, кто бы пробился вот из этой сборной? Ваш чемпионский состав? Из той, которая сейчас играет? Чемпионский состав. Не испортил, а бедник, как говорят. Все пробиться надо, Сережка. Навряд ли бы. Там была команда вот настолько вот жизнерадостная, сплоченная. У нас кандидат есть, жизнерадостный парень, сидел на этом месте. Александр Глеб? Удивительно, как все догадываются. Дело в том, что это... Сашок, он талантливый, пацан. Еще тогда, когда в колледж Пилевский ходил, спрашивал меня это. Как он талантливый? Я говорю, талантливый, талантливый. И он его забрал в Германию. И сразу Сашку дали кличку Бундес. У меня был Бундес. Вот с тех пор. Сошел Бундес у нас. Ну, он вписался бы, Бундес этот, как бы, в нашу динамику? Бундес вписался бы, но надо было пройти это, через ресторан надо было пройти. Нет, это он прошел бы. Прошел бы, да? Ну, вот если бы он выдержал там, то да, вписался бы. Если вот так смотреть всех игроков, с кем приходилось иметь дело, кто был самым великим? Кого можно назвать? Ты имеешь в Белоруссии? Ну, да, мировых пока трогать не будем, как бы. Да, мировых не будем трогать. Ты знаешь, Сережа, в Беларуси очень много классных футболистов. Было, есть и будет. Но единственное для меня это Александр Прокопенко, народный герой. Всех времен. А что было в нем такого особенного? Уже новый поколение даже не знает, не видел его игры. Человек с юмором. Трудяга. Трудяга. Всегда, когда в ресторан заходишь, люди его узнают. Саша предлагает. К нам, к нам, Саша, туда-сюда. Ну, Сашок молодец, мы тогда вместе держались с ним. Одно время. Одно время даже мы поехали, нас вдвоем в Оксаковщину послали после чемпионской, отдыхать. Мы взяли путевку на 24 дня. Что вы думаете? Приезжаем в Оксаковщину, это был как раз чемпионский год, 82-й, после сезона. Нас поселили, там четыре этажа было. Нас поселили на втором этаже, где люди еле ходят, еле говорят. Вообще без движухи такой. Стало понятно, почему вам дали путевку на 24 дня? Да, да, да. Потом узнали. Начали люди подходить. А мы это на обеде, на ужине, в чайниках, не в бутылках же, а в чайниках разливали шампанское туда-сюда. Потом люди стали выздоравливать неожиданно. Петь, танцевать с нами. Все время приглашают, все время эти компании туда-сюда, дружные костры туда-сюда. Мы выздоравливали людей. Ну, мы-то начинаем заболевать уже. Вот мы неделю там побыли, неделю. Два чемпиона союза. Я беретелогрейки нашел там у мужиков. Надели телогрейки, через черный ход. На львовский автобус еще ходил туда-сюда. Два чемпиона союза на подножке. Только неделю побыли. Но зато, я говорю, сошок. Зато люди выздоровели. Вот такой он был человек, да. Бои все узнавали, и молодец. Никому ничего не отказывал, молодец. Ну, вот это его погубило, да. Сгубило, наверное. Согласен. Я сам такой, как называется это, о, слабохарактерный. Я сам такой, ну, у меня как-то, у меня была система, я могу это как-то, я не могу пить это неделю, ну, три дня, ну, может, после игры туда-сюда. И у меня есть это, как я могу отойти, система такая. То есть не трясет меня вот так вот, отойти и быстренько раз. Я на себе это испытал систему, и теперь раз пока нет, ну, пока нет. Секрет. Я не знаю, выдавать его или нет, ага. Ну, наши белорусские-то смотрят, любители, правильно? Своим-то можно рассказать? Можно, да. Ну, например, у меня сегодня я спрашиваю, как вот после Нового года себя чувствовать? И туда-сюда будет, напились туда-сюда. Мне-то сегодня спрашивают? В середине марта, да? Да. Я говорю, я беру эту, как ее, желательно всегда должна быть красивая женщина рядом, баня, ну, и шампусика, и все. Вот это вот, как говорится, все через это вот проходит, организм, через это все проходит, ну, как-то быстро устанавливается, бам, и опять в порядке. Опять иди, играй, танцуй, пляши. Ну, не болеешь. Не трясет, отлично все. Ничего не болит, не это. У меня тут уже, по-моему, вся таблица Менделеева. У вас, наверное, любимое число три. У вас всегда должно быть каких-то три составляющих с вами рядом, да? Да, да, точно, Настяша. Но вся таблица Менделеева, она уже не болит, нормально все, но... Ну, хорошо, Юр, если вернуться обратно, там, на ту же Тарасовскую базу, в ту же еще, как бы, Московская Динамо, что бы сейчас вот изменил бы, что бы тогда изменил, что бы как, что сделал по-другому? Какие поступки были бы? А, Динамо Московскому. Ну, понятно, что Минский Динамо все равно пришел-то, понятно. Тогда очень хотелось, еще тогда писали, в 73-м году открытие сезона, но я этого не замечал, получил зарплату, пошел это, как ее... Пригласил дружбанов своих, и в этот пошли, в метрополь, надо было туда идти, там же КГБшники кругом были, на следующий день Юра, Сан Саныч, по-моему, говорил, да, Сиридов, Юра, тебе еще рано туда ходить, посиди-ка на лавочке. Вот я сидел. Вот я жалею, что это... Надо было спрятаться где-нибудь там, у себя там. С другой стороны, пуду, что тогда бы не было в Минском Динамо. Да, возможно, Сережек, да, возможно, да. Потому что тогда... Тогда я не играл, сидел на скамейке, ноги чесались, хотелось играть. И мне Билли Антонович, и сколько такой знаменитый администратор Динамо Минска. Ну что, поедешь в Минск? А вы меня там ждут хоть? Ждут. Берет билетик на пояс, и мы поехали. Приезжаем сюда. Вот я заметил, он молодец. Мы заходим в ресторан, вот Минск напротив главпочтам, вот это там, на первом этаже был еще. Смотрю, он творог берет себе. И масло туда, полупачки, полупачки творога. Смешивает и ест. Я говорю, Билли Антонович, а что это? Это и раб волакивает. Запомнил отца. Ну и все, поселили в общагу по часам, вы знаете, знаменитую общагу, но... И понеслась. Приезжаю туда, там Лютик лежит на этой панцирной сетке, на гитаре играет, ругается. Видно-то и щелкает. По-моему, не бам-бам он, по-русски, я говорю, ну что будем, учить русскому языку, давай. Курнилкой потом подъехал. Вот мы втроем, опять цифра три, втроем в одной комнате. Ну что, Ромбольф, пойдем сходим в ресторанчик, расслабимся. Тут нифига было. И мы только с Курнилкой ходили, больше ничего. Вот так принял город Минск. А вот... А, и Толя Байдачина здесь уже был, да. Приняли хорошо. Надо заканчивать на хорошей ноте, не аморальной, потому что скажешь, черт знает чем. Так нет, Сережа, Кнасть, аморалка-то, она такая хорошая, добрая аморалка-то. Она не то, чтобы с каким-то бандитизмом аморалка была. А с хорошей... Женщина, шампанское, результат. Юрий Алексеевич, ну, как у стиля, запоминается последняя фраза. Ко всем людям по-доброму относились. Никто никого там не зазнавался, никто ничего нормального. Такая аморалка была. Ну, надо дать какой-то резюме программы, какой-то добротический совет новому поколению. Ну, как-то правильно, что ли, черт знает. Так, чтобы не записали нашу программу в аморалку, опять-таки. Пропаганду, да. Что можно посоветовать молодым ребятам, футболистам, которые смотрят сейчас нашу программу, наверняка ухмыляются, думают, ясно. Я посоветую трудиться, трудиться и трудиться. А иногда не забывать лечь в бутцах, взять мячишку и в пионерском галстуке. Потому что если ты посвятил себя футболу, то пусть добро отдай ему все. А это потом уже приложится. Ну, как мне сейчас, 61? Я могу себе позволить пойти в ресторан куда-нибудь? Не, не могу, потому что играть надо. Тоже вот мысль сквозит. Поэтому хочу им пожелать, молодежи нашим, не занимайтесь. Вот я вам примерно себе привел. Хиромантии. Только футбол, через труд, через труд. Потому что футбол, это же не мерзм. Это же такой тяжелейший труд. Трудно сборы, туда-сюда, тренировки, нервы, ну и так далее. На себе испытал. Вот хочу им сказать, чтобы они не повторяли... Мое, как это говорится, я нарушал режим, да, нарушал режим. Я в этом согласен. У меня нарушали режим, да и все. А я им хочу сказать наоборот, чтобы они повторили, чтобы когда-нибудь они повторили оглушительный успех этой команды. Потому что, скажу тебе честно, все, что я видел, как бы, в белорусском футболе, да и не только в белорусском. Мне вообще, может, это детское было восприятие. Но вот эта команда уже второго года для меня останется какой-то идеальной. Это была гармоничная команда, где все были один из одного. У меня вообще было полное чувство, что она может обыграть любую команду в мире. То есть они никого не боялись, они всех крушили, как бы, и выходили такие люди. Я же не знаю, в чем там был секрет успеха, шампанское, бальзак, женщины, как это все. Видимо, надо следовать. Это немаловажно. Следовать других программ. Это немаловажно, да, немаловажно. Но это была действительно команда мечты. Нам не хватит и месяца, чтобы это все перемолоть. Если бы вот так вот называлась программа «Продолжение следует», тогда было бы здорово. Мы можем устроить. Хорошо. Я думаю, что мы это все продолжим. У меня там много компроматов, много очень. Веселых только, веселых. Так что бойтесь, готовьте свой компромат. На Ель Алексеевич Пудышев. И давайте поднимем наши чашки, а не с шампанским чаем, за то, чтобы все-таки вы вышли и сыграли свой матч. Возможно, не самый последний. Дружбаны, здесь этот чай, вы помните, мне сейчас на тренировках. Режим, режим. Да, режим. Напьемся и лежим. Иначе, мементу море. Моментально. В море. Ясно? Моментально. 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 Субтитры создавал DimaTorzok